колбаса сегодня идет без коляски потихонечку как ледокол еле-еле андреас позвонил и сказал был в трех магазинах нигде нет растительного масла предлагает мне поехать с ним в равенсбург ему все равно нужны стройматериалы для очередного объекта говорит давай заедем метро я высказала свое предположение говорю может быть заехать в какой-то эконом-класс магазин на крайне какой-нибудь деревне где люди там не все еще скупили он говорит да это уже везде скупили все надо в метро потому что в метро не у всех есть карта вольфганг жжет костры я вспомнила ольгу картункову когда она там прошлась по кавказцам нашим и говорит а вам как будет если я выйду у вас на площади костер разожгу кокошник надену и прыгать через костер буду вот и я думаю пора уже наверно кокошник надевать но слушайте люди что творится что творится в соцсетях вообще везде уже мне кажется постепенно забывают конфликт между россией украиной уже сами украинцы между собой русские между собой немцы русскоязычные в германии будь то они там кто во мне кажется что корона была не зря корона это был какой-то хитрый вирус который на голову действует но это точно тепленько как здесь кто там идет чихает кто идет чихает моя престарелая собачка лёва ты не зажарься только мне только не хватало обугленных собак здесь сейчас для полного счастья и так слушайте если я говорила что не дает расслабиться ни на минуту все уже вот просто на каждой секунде с другой стороны вы знаете я привыкла быть умной и сильной честно говоря мало кто когда это ценил то есть я андреесу сказала в том фильме и я говорил у меня насморка он ныряй ныряй то есть как только стали между немцами такую информацию отправлять что сейчас подорожают продукты я подошла я ему сказала я ему сказала что у меня насморк а он говорит мы еще те макароны не съели которые купили в первую в первую пандемию деле я и макарон это очень редко ем если только в италии посту это приготовленную итальянцами но про масло я ему говорила потому что сейчас наступает сезон салатов масло у нас всегда идет я всегда себе покупаю оливковое масло какой-нибудь там греческое или ну какой-нибудь такое вкусненькое упала время от времени разные еще там и новое масло масло грецкого ореха чтобы добавить определенного вкусов блюда ну не знаю вчера мы были в австрии в аварию заехали вальди там было очень много масло различного было масло он посмотрел на цены и сказал что там было по 240 по 3 евро было евро 60 что-то было я бы это дорого он как когда ты уже привыкнешь к нашим ценам ну я к ним не привыкну можно подумать что я помню у нас магазинах разные цены везде в россии на постсоветском пространстве в одном магазине одно в другом магазине другое курс евро тоже разные это что мне вообще просто не жить и только ходить и считать сколько что стоит да я помню что у нас хайс он всегда говорил вот он всегда знал вот это стоило столько-то марок вот представляете он знал он помнил сколько это будет в марках у меня был такой стресс пост перестроечное время егору было пять шесть лет и в тот момент цены менялись ежедневно начались такие разговоры что через пару дней ну просто вот эта фраза запомнилась что через пару дней кефир или там молоко будет стоить тысячу рублей никто не верил в это и действительно через пару дней молоко кефир стоили тысячу рублей а до этого они как-то стоили но я тоже не помню но стоили типа там 57 рублей это сумма когда сказали что сейчас будет стоить тысячу она была какая-то нереальная и никто в это не поверил и у меня в тот момент что-то замкнула перемкнула я настолько боялась что у меня ребенок будет голодным что я не смогу ему купить еду с тех пор с того злосчастного года я никогда ребят не запоминают цены то есть я купила я купила и я тут же забыла это даже не то что там с точностью до копейки иной раз люди помнят нет я не помню вообще порядок цен то есть я когда там нахожусь я понимаю что да у меня есть деньги на это я это покупаю и у меня подружки вот ты за сколько это покупал сколько это стоило я всегда надолго задумываюсь и я понимаю что тщетно я вспомнить не могу но из тех времен мы конечно мы привыкли запасаться у нас всегда были запасы но и честно говоря я не привыкла к такому что если я вижу какой-то сорт необычный или что-то вкусное там но тоже масло да я просто беру там пару тройку бутылок ну здесь есть где где хранить то есть довести до такого что он у нас вообще не осталось даже ложки масла на салаты но у меня такого никогда не было а потом я всегда очень много работала поэтому я когда приезжала в крупный магазин в какой-то просто это телега полностью тележка полностью загружалась потому что я понимала что мне некогда ходить по магазинам ежедневно это привычка уже в общем вот такое вот такие вот пироги ребята сейчас съездим посмотрим что там творится везде время от времени смотрю я в тик токи или еще где-то тик ток говорят заблокирован в россии в украине смотрят девчонкам своим я отправляла вроде как у них открывается все сушки немцы тоже ой мамами что сейчас начнется в германии между собой то есть у каждого свое мнение и далеко неприятное тем же беженцам в общем короче я вообще никому не завидую боже ж ты мой ручи с андреасом едем на его большой машине эту которую для работы абортуэрст и метро хасту карты тихер о кей сыгрей ой я когда приехала сюда мы куда бы не выезжали знаете вот когда народ расслабленный выезжаешь куда-нибудь там едешь несколько километров он что-то вспоминает разворачивается и назад потому что там забыл документы забыл какие-то бумаги нашей группе в русскоязычной законы в германии люди уже написали что у них из-за того что они российские граждане у них в германии заблокировали счета вот а у нас счет он такой типа семейный ну и потом некоторые клиенты тоже отправляют деньги на мой счет когда расплачиваются по какому-то контракту с андреасом либо вот допустим они отправляют на мой счет деньги для того чтобы купить материалы и так далее в общем короче слушайте такое начинается то есть все надеялись когда наступит весна и солнышко выйдет слушайте ну просто честно говоря каждый день и все глаза открывать чё сегодня опять будет я я я я Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok